Восьмом веке в одной обители обучались два юноши Ипатий и Андрей. Ипатий выбрал себе путиночество и став впоследствии епископом Эфеса. А Андрей, решив жить в мире и служить народу, стал клириком и усердно учил людей в вере христианской. Когда император Лев Исаврянин учинил гонения на святые иконы и их почитателей, Андрей и Ипатий встали на защиту иконопочитания, убеждая народ сохранять верность православию. Император пожелал убедить святые в своей правоте и вызвал их к себе, устроив диспут о иконопочитании. Но Андрей и Ипатий, будто одухотворенные Господом, с легкостью очень последовательно сумели защитить православное почитание икон. Мучеников бросили в застенок и долгое время томили там в надежде, что лишение вынудит их отказаться от своих убеждений. Но тщетно, святые были непреклонны. Тогда отправили Ипатия с Андреем на мучения. Как только их не истязали, били, жгли, сдирали кожу, а святые все со смирением претерпевали и будто на зло еретикам оставались живы. Придумал тогда царь другое поругание с им мучеником. Повелел он волочь их по всему городу на посмешище людям. Лишь после этого святых Ипатий и Андрея умертвили, и верующие благоговейно упокоили их истерзанные останки. 4 октября. День памяти священномучеников Ипатия, епископа Ефесского и пресвитера Андрея.